Наверное, один из самых главных выборов в жизни человека – это выбор любимого дела. Дело, которому он будет отдавать большую часть свободного времени. Дорога жизни привела сотни юных спортсменов и их наставников по дворец спорта «Крылья Советов», где лучшим из них были вручены награды за спортивные успехи. Среди лауреатов присутствовали также спортсмены с ограниченными возможностями. Чемпионка паралимпийских игр Олеся Владыкина точно знает привкус побед и поражений. Это жизнь, где взлеты, там и падения. То есть это спорт. Нужно спокойно это воспринимать, делать выводы, искать ошибки. Опять-таки с тренером, допустим, в скорости. И работать, 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 стремиться. Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы» – главный инициатор мероприятия, которое проходит уже в третий раз. Поздравить юных чемпионов пришли также руководители Департамента физической культуры и спорта города Москвы Михаил Степанянск и его первый заместитель Юрий Нагорных. Успехи молодого поколения ценили также спортсмены, чьи имена очень хорошо известны во всем мире. Один из них – Евгений Каратышкин, установивший совсем недавно мировой рекорд в плавании и батерфляем. Сейчас результаты очень, ну скажем так, бешеные в мире. И я надеюсь, что глядя на то, что мы бьем рекорды, они поверят в себя. У них есть шансы? Все шансы есть. У нас довольно-таки хорошая, быстрая молодежь. Я в их возрасте такие результаты не показывал. Поэтому я думаю, у нас есть будущее. Спорт в России всегда занимал особое место. Отрадно, что лучшие спортивные традиции нашей страны продолжаются. И с каждым разом успехи и достижения спортсменов становятся все красивее и ярче.